Субтитры сделал DimaTorzok Далее Samsung привезла на выставку сразу несколько роботизированных решений. Одним из них стал домашний робот Belay, которого многие сравнили с BB-8 из «Звездных войн». Маленький, круглый, вращающийся робот умеет ориентироваться в пространстве и совмещает в себе функции голосового помощника, камеры наблюдения и центра управления умным домом. С ним можно разговаривать и давать ему задания. Еще робот может заметить, что на пол что-то просыпали и вызвать робота-пылесоса убрать мусор. Его возможности будут постоянно расширяться за счет искусственного интеллекта и масштабирования системы умных гаджетов. Неожиданной премьерой стал концепт электромобиля Vision S от компании Sony. Авто собрало в себе все технологии и наработки не только Sony, но и партнеров. NVIDIA, BlackBerry, Bosch, Qualcomm и других. Внутри салона и на корпусе Vision S установлены 33 различных сенсора и датчика, которые следят за машинами на дороге, потенциальными помехами и другими объектами вокруг. На приборной панели в салоне установлен широкоформатный дисплей. Еще два экрана стоят сзади в подголовниках для пассажиров. Максимальная скорость 230 км в час. Разгон до 100 км в час происходит за 4,8 секунды. Другие характеристики не раскрываются. Бесспорно одно, авто сильно напоминает Tesla Model 3. И как же отреагировал на это Илон Маск? Да никак. В это время он танцевал, как ваш пьяный дядя, на открытии нового завода Tesla в Китае. Вероятно, подозревая, что Sony не скоро выпустит свое авто на рынок. Робототехническая компания Sarcos представила на CES 2020 свой костюм суперсилы Guardian XO, о котором мы уже рассказывали в одном из своих выпусков. К роботизированному экзоскелету, опирающемуся на собственные ноги, можно легко прикрепить любого человека. В результате рабочие, военные и сотрудники складов смогут поднимать и перемещать тяжелые грузы без риска для здоровья. В противоположность суровому экзокостюму, робот-официант Bella Bot был одним из самых милых роботов на выставке. Робот от компании Pudutech с мордой кошки на цифровом дисплее и четырьмя полками может доставлять еду к столикам в ресторане, опираясь на собственную систему позиционирования и навигации, а также на алгоритмы планирования. Bella Bot может менять выражение мордочки, реагируя как на слова, так и на прикосновения. Почешите ему за ухом при получении заказа, и он будет мурлыкать, как самый настоящий кот. Но не увлекайтесь, потому что, как уверяют разработчики, он может злиться, напоминая о том, что ему нужно работать. Mercedes-Benz представил на выставке совершенно сумасшедший и фантастический концепт AVTR. Название не зря ассоциируется со словом «аватар». По задумке авторов, авто также якобы будет продолжением водителя. У машины есть даже своя живая кожа. 33 бионических закрылка, которые могут автоматически открываться, как жабры у животных, и должны придать автомобилю ощущение индивидуальности. Авто будет полностью электрическим и автономным. В салоне даже нет традиционного рулевого колеса, и все органы управления вынесены на огромный дисплей в центральной панели. Но премию за инновации получила не Mercedes, а компания Groove X и ее робот Lovat. Робот-компаньон может самостоятельно передвигаться по дому, выступая в качестве эмоциональной поддержки и источника счастья, фотографировать пользователей, когда они улыбаются, работать радионяней и объезжать дом в качестве охранника. И все по цене 3000 долларов, плюс абонентка 80 долларов. Конечно, за эти деньги можно поставить своего Furby на робот-пылесос, а затем приобрести, например, Honda Civic. Toyota, только выставлявшая своего THR3 на выставке Airex в Японии, привезла его на CES 2020. Робот на основе технологии NVIDIA GPU может плавно перемещать и контролировать свое тело, используя продвинутую систему синхронизации и маневрирования. THR3 управляется оператором-человеком в гарнитуре виртуальной реальности, получая данные о восприятии через компьютер NVIDIA Jetson AGX XAVY, встроенный в робота. Но сенсационным роботом-аватаром стал не THR3, а виртуальные люди из проекта Neon от Samsung. Компания разработала искусственный интеллект, который генерирует 3D-модели несуществующих людей, аватаров. Они могут двигаться, разговаривать, показывать эмоции и выполнять роль виртуальных помощников. Технология создана в Star Labs и отличается от DeepFake и других методов создания 3D-моделей людей. В будущем компания планирует лицензировать аватаров Neon, продавать их другим компаниям в качестве виртуальных помощников на сайтах, ведущих или даже актеров. Стартап Jarvish представил на CES смарт-шлем, предназначенный для водителей мотоциклов. Система выводит информацию о скорости, навигации, погоде, мультимедиа, дорожных знаках и другие данные прямо на стекло в режиме реального времени. Устройство можно подключать к голосовому помощнику Amazon Alexa и давать ему команды. Вероятно, вскоре подобные шлемы можно будет подключать к интернету и серфить с помощью них в сети одним лишь движением глаз или голоса. Крупным релизом на CES стали беспилотники EVO 2, EVO 2 Pro и EVO 2 Dual от компании Autorobotics. Дрон EVO 2 снимает 48-мегапиксельные фотографии и видео 8К, но это не все. Батарея емкостью 7000 мАч обеспечивает примерно 40 минут полета, а 12 датчиков избегания препятствий делают дрон таким же ловким, как Skydio 2. Более того, вы можете настроить виртуальный защитный пузырь вокруг дрона, чтобы еще лучше защитить его от столкновений. При этом, Отел анонсирует скорости, аналогичные Mavic 2 Pro, включая максимальную скорость в 72 км в час. Дрон EVO 2 Pro хоть и снимает в 6К, но обладает регулируемой диафрагмой, как у DJI Phantom 4 Pro и Mavic 2 Pro. Наконец, EVO 2 Dual – дрон, оснащенный тепловой камерой FLIR BOSSON в дополнение к камере 8К. Все три беспилотника имеют дальность до 9 км, 8 гигабайт встроенной памяти и оснащены контроллером со встроенным экраном, а также возможностью подключения телефона. Но премию за инновации получил дрон DUSON, работающий на системе водородных топливных элементов. Коммерческий беспилотник DS-30 с рамой DP-30 отличается невероятной длительностью полета до 120 минут, при максимальной грузоподъемности до 5 кг. Еще одна награда за инновации досталась подводному скутеру Mix Pro от Sublu. Это самый маленький на рынке двухмоторный подводный скутер, способный развивать скорость до 1,8 метра в секунду при времени автономной работы до 60 минут. Цветной дисплей высокой яркости показывает энергопотребление и скорость. Водонепроницаемый корпус защитит смартфон или камеру, которой можно подключить для съемки своих подводных приключений. Agility Robotics привезла на выставку своего робота Digit, недавно вышедшего на рынок. Двухногий робот с торсом, руками и датчиками умеет вставать, если упадет, удерживать равновесие, открывать двери и переносить предметы. Подробнее о нем мы обязательно расскажем в следующем выпуске. Очередного роботизированного питомца попытались создать Elephant Robotics. Mars Cat – полностью автономный бионический кот, который реагирует на взаимодействие. Он способен чувствовать прикосновения, слышать голоса, видеть лица и играть с игрушками. Но самым нашумевшим в СМИ роботом с выставки стал Ролбот. Единственная суперсила которого заключается в том, что он доставит вам новый рулон туалетной бумаги, если больше это сделать некому. Правда, надеть рулон на голову робота надо заранее. По нашему мнению, гораздо более впечатляющей технологией была бионическая рука с системой искусственного интеллекта от компании BrainCo. Электронное устройство позволяет контролировать движение искусственной руки одной лишь силой мысли. Представители компании заявляют, что запрограммировать 6 жестов можно всего за несколько минут. И это действительно круто. На стенде Samsung в этом году тоже можно было увидеть пару рук. Помощник на кухне Бот Чиф готовил для посетителей салаты по их заказу. На выбор было 35 рецептов. Получив заказ, робот рылся в шкафах в поиске ингредиентов, находил их, брал с нужной силой и убирал излишки обратно. Одновременно робот подсказывал рецепт своему помощнику-человеку, который выполнял ряд операций, недоступных пока для робота. Используя искусственный интеллект и алгоритмы компьютерного зрения, Бот Чиф не только может нарезать продукт, останавливаясь, если человек подходит к нему близко, но и довольно быстро научиться новым навыкам. Например, прямо во время презентации робота научили управлять кофемашиной. Руки робота по размеру приблизительно равны человеческим, обладают шестью степенями свободы, имеют четыре сустава и три пальца. Вы бы купили такие руки? Пишите в комментариях. Еще одним роботизированным поваром на выставке стал робот-пикник, способный готовить до 300 пицц в час. Модульная система-пикник настраивается в соответствии с потребностями клиента, будь то крупный ресторан или маленькое кафе. Робот обладает искусственным интеллектом, контролирующим состав и консистенцию пиццы. Глубокое машинное обучение и система компьютерного зрения позволяют роботу каждый раз готовить любой вид пиццы идеально. А вот гаджет Gatebox готовить не умеет, но может встретить вас дома радостным приветствием. Устройство работает как домашний помощник или умный динамик, но с виртуальным интерактивным персонажем, который радуется, когда вы приходите домой и напоминает взять зонт, если прогноз погоды на сегодня не радует. Прямо как это зима. Крутой новинкой для тех, кто предпочитает создавать роботов сам, стала роботизированная платформа PingPong, основой которой является единственный модуль под названием Cube. С помощью таких кубов, каждый из которых содержит собственную батарею, двигатель и плату процессора, можно собрать ходящего, ползающего или танцующего робота. Модули подключаются по Bluetooth и управляются приложениями PingPong для Android и iOS или Scratch. Также робота можно запрограммировать на Python. Компания Segway представила S-Pad и сравнение с Валли здесь просто неизбежно. Хотя компания и утверждает, что вдохновением для разработки послужили капсулы из мира юрского периода. S-Pad это нечто среднее между удобным креслом, скутером и гигантским яйцом. Новое мобильное устройство предназначено для перемещения людей по таким территориям, как торговые центры, аэропорты и тематические парки. Без динозавров. Само балансирующее устройство может развивать скорость до 40 км в час и управляется небольшой ручкой на подлокотнике. Дочерняя компания Xayomi Huami представила на CES 2020 систему для домашнего фитнеса Amazfit Home Studio. Устройство включает в себя огромное 43-дюймовое умное зеркало V-Glass, динамики JBL с объемным звучанием и беговую дорожку. Зеркало, являющееся одновременно и экраном, может демонстрировать тысячи упражнений из собственной библиотеки. 3D-камера с системой компьютерного зрения во время упражнения будет следить за вашей осанкой и техникой. Корпорация Panasonic представила первые в мире очки виртуальной реальности с поддержкой UHD и High Dynamic Range HDR. Помимо новых дисплеев с микропанелями OLED и рекордного 4К разрешения изображения, интересной особенностью очков стал дизайн в стиле Steampunk. Еще одной футуристической новинкой стала невидимая клавиатура Samsung Selfie Type. Приложение использует фронтальную камеру и алгоритм искусственного интеллекта, чтобы создать виртуальную клавиатуру, основанную на прикосновении пальцев. Согласитесь, идея стоящая, если, конечно, к ней не прицепят вездесущий T9, который будет печатать свои мысли вместо ваших. Но приз за забавную идею все же достанется не ей, а Ян Линкс Лил Флайер – чемодану для перевозки детей. Если идея семейного отдыха кажется вам кошмаром из-за невозможности одновременно контролировать в аэропорту ваш багаж и маленького ребенка, просто пристегните его к этому чемодану тем, что для вида называется «ремнем безопасности». Были на выставке и наши компании. Яндекс привезла в Лас-Вегас свои автономные автомобили и катала по улицам города на них всех желающих в полностью автономном режиме, чего не делали даже американские компании. Что сказать? Молодцы! Конкуренцию Яндексу могли бы создать авто с системой полного вождения LR DeepRoad, но они журналистов по городу не катали. Сама система полностью воплощает представление об автономном авто будущего. LR DeepRoad – это полный набор решений для робоавто, начиная от сенсорных решений, зондирования, планирования и контроля, HD-карты в реальном времени, симулятора и заканчивая облачной платформой. Система имеет несколько аппаратных и программных защитных механизмов, которые обеспечивают безопасность и стабильность системы с автоматическим управлением. Отличился на выставке и промобот. Привезя на стенд промобота последней версии и робота с лицом Арнольда Шварценеггера, компания умудрилась продать обоих в первый же день выставки, а также заключить контракт на поставку промоботов для работы в офисах Сан-Франциско. Если вам понравилось видео, подписывайся на канал, делись видео и пиши в комментариях, что вам больше всего понравилось на CES 2020.